Салют Оперпосты! Рад приветствовать вас на своем канале под названием Оперпост, как бы это странно не звучало. Сегодня у нас новый формат. Я буду пробовать делать разборы каких-то ярких, заметных трейлеров к фильмам. И сегодня у нас на разборе трейлер к фильму «Дюна». Некоторые ребята писали мне в личку, просили разобрать этот трейлер. Мне показалось интересным вообще, в принципе, разбирать трейлеры предстоящих фильмов, анализировать их. Первое, что я хотел бы изучить, это посмотреть страничку IMDb этого фильма и посмотреть, на что он снимался. Итак, мы видим, что формат съемки был 2.39 к 1 основной, плюс какие-то дополнительные форматы для IMAX делались. Камера была основная Ария Алекса LF и, видимо, как дополнительная была Ария Алекса Мини ЛФ. И объективы Panavision Ultra Vista, видимо, для large формата какая-то оптика. Вообще Panavision в России недоступна, сюда ее никто не привозит. Поэтому нам довольствуется только мечтать о ней, об этой оптике и покупать какой-то мерч. У меня, например, есть куртка Panavision. Видел у ребят, у многих есть кепки, панамки. В общем, о Panavision приходится только мечтать. Вообще в трейлере очень много крупных планов. Причем довольно таких, я бы сказал, суперкрупных, когда мы режем подбородок, режем голову. Все построено на таких эмоциях, на взглядах, близко очень к актерам. Плюс это large формат. У нас очень маленькая глубина резкости. То есть мы видим, что у нас там буквально глаз и нос в фокусе. Все остальное уже размыливается, размыливается справа, размыливается слева. То есть очень такой, очень маленькая глубина резкости, очень тонкие акценты. Сами съемки, насколько я слышал, проводились в основном на реальных каких-то локациях. То есть это декорации, какие-то реально существующие пейзажи, минимум графики. В этой сцене мы видим, что довольно-таки темная комната, при этом какой-то яркий источник света сверху. При этом он мягкий, поскольку тень под героем тоже довольно-таки мягкая. И он расположен немного контровее нашего объекта, то есть немножко за ним, за героем. И поэтому он не подсвечивает его от лица. В основном подсвечивает только его контур, чтобы немножко выделить его от фона заднего. И по-любому там свешены какие-то черные юбки, черные тряпки, которые закрывают, чтобы свет не шел на фоны. В основном вся вот сцена одним источником, мягким верхним таким топ-лайтом высвечена. Но когда мы переходим на крупный план, прибор уже начинает работать больше от камеры. Мы видим вот эти глубокие тени под глазами. Но при этом дополнительно еще вот эти провалы глаз немножко подсвечены. Либо отражением каким-то, либо немножко фрострамкой дали на них. Когда мы переходим с общего на более такой средний план, на двоих, видим, что у нас верхний свет работает рисунком и на одного актера, и на другого актера. При этом он и подсвечивает волосы немножко, дает вот контровой на руку. При этом он расположен немножко за актерами. Ну и плюс еще волосы самого актера не позволяют свету проходить ему на ближайшую сторону лица к камере. Создают такое дополнительное как бы оттенение, как флаг работает. Думаю, что здесь все-таки на фон немножко либо приоткрывали юбку заднюю, либо еще каким-то дополнительным источником подсвечили фон. То есть он полностью в провал не уходит. Тут немножко непонятная для меня схема. Тут появляется какой-то некий цветовой контраст. То есть у нас верхний источник света, он немножко холодный, а боковой источник света, он в той температуре, в которой мы видели предыдущие сцены. То есть вот лицо у него работает какое-то среднего значения температура, а верхний свет сверху идет холодный. Возможно, это оправдано тем, что сверху идет какая-то там какая-то дырка в потолке и свет от неба пробивается. Но до этого мы в предыдущих сценах на общаке и на крупниках не видели такого цветового контраста. Вот. То есть здесь у нас пальцы холодные сверху от верхнего света. А в следующем же кадре они абсолютно обычной температуры и, в принципе, здесь нигде холодного света как такового нет. По-прежнему у нас мягкий софтбокс работает сверху в качестве рисунка. И видно в зрачках такие маленькие точечки. Скорее всего, какой-то еще приборчик подсвечивал герою глаза, не давал ему идти полностью в провал. Плюс давал вот эти блички в самих глазных яблоках. При этом не используется какой-то контровой яркий, там не подчеркивается его теневая сторона, не подчеркивается никак. Не подчеркивается теневая сторона нашей героини. То есть замысел такой сцены более темный, более такой кулуарный. Но при этом мы видим еле-еле, но видим все-таки задний фон. То есть он не полностью уведен в провал. На обратной точке, на восьмерке, мы уже видим опять вот этот холодный свет, которого, в принципе, то он то есть, то его нет. Видимо, с этого ракурса совсем, когда парень был в провале, здесь он просто не считывался, не было понятно, кому она обращена, что он здесь стоит. Поэтому они добавили немножко с правой стороны контровой, но он по температуре, опять же, немножко не бьется с предыдущими кадрами. Также тут опять тот же самый источник света. То есть вся сцена могла быть снята под одним и тем же светом, не перемещая его. Просто какой-то мягкий свет сверху идет, дает на девушку рисунок, плюс дает бличок, опять же, вот этот какой-то прибор, который работает на нее снизу уже. Возможно, я, конечно, могу ошибаться, но есть какие-то здесь температурные искажения в более холодный цвет. То есть, возможно, у него над головой работал еще один более холодный источник, но как бы мягкий софтбокс, который светил на лицо, он был более теплый, и из-за этого вот этот холодный цвет у холодного источника немножко съедался. Возможно, он и на руку здесь проходил. То есть в каких-то ситуациях он был более читаемый, в каких-то менее. Съемка на натуре. Видим, что у нас такой более светлый фон, при этом наш герой такой как бы более темной одежде, хорошо читается на светлом фоне, то есть он стоит не на фоне горы темной, его располагают специально так, чтобы он выделялся лучше на более ярком небе. При этом мы видим отчетливо, что у него одна сторона лица высвечена больше, и понимаем, что в основном свет у нас идет с правой стороны, потому что яркое небо с правой стороны, и поэтому правая сторона героя высвечена у нас сильнее, а левая сторона либо затемнялась какой-то большой 20-й рамой, может быть, даже несколькими рамами, либо здесь просто сбоку какая-то гора была, которая естественным способом оттеняла. Вот видим, что здесь в этой сцене есть основная мотивация по свету, это большое, огромное окно с одной стороны, и герои расположены к этому окну так, выставлены боком, вся мизансцена эта выставлена так, что герои стоят к этому окну боком, и когда мы снимаем на фоне этого окна, у нас есть два красивых силуэта, когда мы снимаем восьмерки, у нас все время есть боковой рисунок от этого окна. Вот мы переходим на крупняк, то у нас это окно как бы остается боковым рисунком на одного персонажа, и также боковой рисунок идет от окна на другого персонажа. Вот, и получается, что мы выстраиваем вот эту ось в одну сторону, в другую, и все время у нас это окно, по сути, здесь и работает как источник света. Не думаю, что они что-то еще дополнительное здесь ставили, скорее всего, просто светили в это окно, и оно как большая фрострама уже работало на героев. Ну и плюс, чтобы фоны не уходили в провал, добавили какие-то так называемые практиклс, то есть источники света в кадре. Красивый портрет на вечернем небе. Вероятнее всего, он чем-то подсвечен, скорее всего, большой какой-то софтбокс или там восьмая рама работает, видно характерные блики в глазах от источника. Дают ему такой рисунок в три четверти, рембрантовский, с подсвеченной, немножко глазом с подсвеченным на теневой стороне. Ну, эту сторону лица могли, конечно, там дополнительно чем-то подзатемнить, но вполне вероятно, что уже настолько темно было, что она уже и не работала. Ну, разные используются схемы света в фильме, то есть оператор не повторяет с одной и той же схемой. Видно, что кадр выстроен на светлое небо, то есть за героем сзади светлое небо, поэтому актер такой немножко в силуэте, поскольку у нас светлый фон сзади заливной, то хорошо бы сделать его таким силуэтным, немножко притемненным. Поэтому я думаю, что здесь еще от камеры дополнительно стояли какие-то затемнители, тут перекрывали, но видно, что свет идет сверху от неба, то есть закрывали боковые какие-то, скорее всего, закрывали, скорее всего, по бокам, чтобы снизу свет не шел, и создавал ему такие, то есть чтобы свет оставался таким верхним от неба, делал ему такие немножко тени под глазами, такой более брутальный вид. Вообще, этот фильм снимался двумя операторами, то есть был основной юнит, секонд юнит, и, возможно, два оператора использовали немножко разные техники съемки, поэтому немножко по-разному могли ставить свет, брать композицию и так далее. В этой сцене видим, что у нас есть некое темное пространство, мы не видим окна, но мы хотим заявить о том, что это день, допустим, то есть мы так же, как можем это делать и в квартире, допустим, мы видим некий дверной проем, некую комнату, но мы не видим в кадре окна, но мы можем поставить за стеной какой-то яркий источник света, который будет нам давать луч в кадр из-за стены, при этом немножко подымить, если также тут видно, что использовался дым, он высвечивает эту дымку, плюс он создает такой немножко цветовой контраст, потому что вот здесь видно, что используется какой-то средней температуры свет, то есть если там снималось 4400, то, скорее всего, и свет здесь идет 4400, а более холодный свет идет сзади от источника, который спрятан за углом, и получается такой немножко цветовой контраст, то есть холодный и средней температуры свет. И поскольку нам нужно создать мотивацию по свету для главных героев, мы видим, что одна из главных персонажей стоит камера спиной, но она уже повернута нужной стороной к свету. И когда мы в следующем кадре переходим на ее крупняк, мы понимаем, что ее освещает как будто бы тот свет, который мы видели в предыдущем кадре за ней. И он, в принципе, идет с той же стороны. Какой-то мягкий софтбокс. Причем здесь температура света на лице уже выровнена под 4400, то есть я бы не сказал, что здесь лицо какое-то более холодное, либо на цветокоррекции его ровняли больше под нейтральный какой-то цвет. То есть видно, что здесь более синий свет, а в следующем кадре он такой нейтральный, более такой чебешный. Тут довольно-таки простая схема. Думаю, что здесь просто какой-то был фрост натянут, и в этот фрост там много-много света навалено, что-нибудь там типа 18-шек каких-нибудь. Уличные сцены. Мы понимаем, что ориентация на уличных сценах всегда идет против солнца. То есть у нас во всех ситуациях солнце будет в контровом свете. Если это не какая-то патовая ситуация, когда выкрутиться по-другому нельзя, то есть мы видим у них яркие контровые, но при этом вполне себе контролируемый рисунок на лице. То есть мы можем либо оставить, как есть в данном случае. Здесь идет отражение от земли, какой-то свет от неба. То есть со всех сторон на них приходит. Возможно, дополнительно здесь еще стоят какие-то отражатели, которые немножко поддерживают свет на них. Но когда мы снимаем в такой пустыне, где белая поверхность, либо это зима, когда у нас снег, то в принципе отражающий свет идет снизу, и там дополнительно лица подсвечивать не приходится. Как бы не пришлось их затемнять. И вот видим, что когда мы... То есть ребята идут друг напротив друга. Идут друг другу навстречу. И мы видим, что в одной ситуации солнце было контровым, и когда мы переходим на следующий кадр, вуаля, мы опять видим контровое солнце. То есть по идее, если мы разворачиваем камеру, то солнце должно лупить ему в лицо уже от камеры. Но нет, мы, если снимаем, все время стараемся держать солнце в контровом, мы просто ориентируем на съемочный день таким образом, что пока солнце в одной стороне, мы снимаем в эту сторону. Потом, когда нам надо развернуться, мы ждем, пока солнце переместится в другую. Это может сниматься вообще в разные дни. Например, один день снимаются все напавления в одну сторону, потом в другой день в другую. Либо просто подворовывают декорацию таким образом, что кажется, что мы развернулись, а на самом деле мы просто чуть-чуть повернули камеру, солнце осталось в контровом, и мы продолжаем смотреть против солнца. И вот так же они, когда встречаются, солнце у нас по-прежнему в контровом. Интересное решение вот у этой сцены. Обычно, когда мы заявляем окна с правой стороны, то и рисунок на лице делаем с правой стороны. В данном случае здесь немножко наоборот сделано. То есть свет идет как будто бы слева. Непонятно от чего. Возможно, это часть какой-то большой сцены, где бы это видно было. Но опять же, разные операторы, разные вкусы, не запрещено ни так, ни сяк. Как бы кто как хочет, так и делает. Видим, что есть и какое-то более такое солнечное, золотистое настроение у кадров. В основном весь фильм будет решен, скорее всего, в таком приглушенном свете, в таком чебешном немножко формате, где кое-где будет добавляться холодный свет, чтобы дать зрителю понять, что он все-таки не чебе изображение видит, а такое более цветное. Также я бы хотел посмотреть мейкингов этого. Это вот не трейлер, а самого фильма. И посмотреть, может быть, там какие-то кадры удастся подглядеть. Вот видим на мейкингов, что оператор снимает с плеча, то есть держит камеру на плече. Не какой-то там изи-рик, как мы привыкли там вывешивать на изи-рике, и там камера висит. Такой олдскульный формат, когда камера на плече. Такая более устойчивая, более фиксированная. Левитирует в воздухе какой-то источник света. Кстати, интересное решение. Видим, что у рельсов, которые лежат на полу, нет шпал, так называемых, поперечных распорок, которые держат рельсы. Они убраны для того, чтобы актриса могла идти и не спотыкаться об эти шпалы. То есть, как правило, проблема отъезда по прямой от героя заключается в том, что персонаж идет и начинает задевать ногами, либо он их перешагивает, ему надо немножко поглядывать под ноги. И вот здесь, я смотрю, решили проблему тем, что положили какие-то специальные рельсы, где нету этих шпал. Вот также видно, что свет движется вместе с актрисой. Возможно, здесь какой-то компьютерный персонаж, который светится, от которого идет свечение. Не знаю, что там будет в фильме. Возможно, его как раз имитируют тем, что вместо него двигают сверху источник света. Видно, что сцены с золотистым светом снимались каким-то таким очень жестким, насыщенным фильтром оранжевым. Возможно, это какие-то четырехламповый источник света, что-то типа джамбы. Сложно сказать. Вот в этой локации видно, что висят два больших софтбокса. Судя по всему, это какие-то 12-е рамы, у которых свешены юбки по бокам. Не знаю, какую функцию они здесь выполняют, потому что они абсолютно не отбивают свет. Он все равно лупит в боковые стены. Да и плюс он как бы... Я сомневаюсь, что камера поднималась наверх, хотя возможно. Ну, то есть вот эти юбки, они в данном случае не особо-то и работают. Вот даже если взять вот эту стену, она продолжает быть высвеченной. Возможно, если юбку убрать, она еще сильнее высветится. Может быть, он просто чуть-чуть притемняет. Но, скорее всего, так и есть. Вот здесь мы можем наблюдать один источник света, который создает луч. То есть, скорее всего, под ракурс камеры вот этот луч, который идет у нас из-за стены в окно, не проходит в нужное место. И ребята решили добавить просто источник внутри комнаты, которым они светанули по мебели, дали какой-то блик на стуле. И верхним флагом отбили его от актеров. Потому что все равно отражение от шторок даже прибора или просто чистым линзой, когда открытая, даже она если светит мимо, то все равно от линзы отраженный свет идет. И поэтому они перекрыли ее немножко черным флагом, чтобы вот этот отраженный свет от актера убрать. При этом сам луч, попадая в стол, он так, в принципе, и работает на актера. Просто он дает такое мягкое отражение от стола. И, по сути, вот его светлая часть лица, она работает как отраженным светом вот от этих окон, так и отраженным светом от стола, в который светит вот этот луч. Возможно, он даже как рисунок работает. Не просто, чтобы подсветить мебель, а именно луч, падающий на мебель, на стол, отражается на актера. Вот также фотография со съемок, где мы видим, что вот этот прибор, который сверху светил на общаке, освещал вот этот зал на общем плане. Здесь они уже подставили под этот прибор фростовую раму. Подошли с камеры уже поближе. И... Даже сейчас скажу, что это за кадр. Вот этот кадр. то есть мы видим, что вот эта восьмая фрострама работает сверху, дает контровой, дает им рисунок, плюс что-то здесь, либо это фрострама, либо это пена, скорее всего, это фрострама, дает какой-то какой-то еще свет на парне отражает. То есть вот отсюда идет еще какой-то свет. Не знаю, что она делает. Здесь не особо что-то она и работает, непонятно. Вот. Также в мейкингофе вот видно, да, вот это рама или пена. И плюс вот этот источник, который подсвечивает глаза актеру, чтобы у него были блички в зрачках. То есть по сути это просто подсветка глаз. И видим, что он не супермягкий, это какой-то размер такой небольшого источника. Он мягкий, не жесткий, то есть это не дедолайт, не какая-то 650-й там с линзой. Это мягкий софтбоксик небольшой, чтобы блик в глазу был небольшим квадратом, а маленькой точкой. Вот. Но при этом он оставался каким-то мягким и не было от носа вот только жесткой тени. Да, вообще, конечно, я погорячился с джамбой. То есть скорее всего здесь стоит какой-то помост, на котором стоит, я не знаю, это восьмая фрострама или что-то. И в эту восьмую фростраму скорее всего четыре каких-то мощных теплых источника, типа там десятки, может быть, четыре десятки в нее лупят. И они посажены на диммер, какой-то мощный такой диммер, когда мы можем опускать их по диммеру и создавать такой эффект мерцания, как будто горит огонь. При этом растянут какой-то желтый там оранжевый фильтр дополнительно, чтобы это все выглядело как огонь. также мы видим, что оператор двигается сидя на тележке, но при этом камеру он держит на плече. Это нужно тогда, когда нам нужно мягко плавно приближаться к чему-то, то есть двигаться вместе с объектом вперед, но при этом не было тряски от ног. Иногда я сажусь на велорикшу и меня катят, иногда мы садимся на тележку супермаркета или иногда мы используем операторскую тележку, но берем камеру на плечо и тогда у нас остается живая такая плавная камера, но при этом мы можем спокойно приближаться, отдаляться и делать какие-то движения, даже может быть просто боковые пролеты. Вот мы видим в этой сцене некое энное количество источников, один из которых более такой узконаправленный, скорее всего светит на дамочку, ну тут сложно разобрать, но я вижу, что тут много тряпок, значит скорее всего какой-то мягкий источник, плюс какой-то более жесткий направленный, который светит с потом в эту зону, а более мягкий освещает как бы все вокруг. Да, мы видим также на этом мейкингов кадре, что по сути нигде в этой комнате нет никаких источников и само окно по сути является таким большим мягким источником света на всю эту сцену. Ну что друзья, вот такой мой разбор анализ этого трейлера, очень не терпится посмотреть сам фильм, думаю будет большим событием новой франшизы в стиле Звездных войн, увидимся с вами в следующем видео, с вами был Алексей Андреев, вы на канале ОперПост, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите свои комментарии, пишите какие трейлеры еще хотели бы, чтобы я разобрал, и до новых встреч, всем пока. Когда мы выставились, у нас получилась такая схема, у нас большая скайпанель 360 светит в большую 12-ю фростовую раму, которая у нас стоит над героиней, то есть у нас идет большой такой мягкий источник света от потолка, который высвечивает, дает нам заполнение от камеры, и вот эта черная тряпка, которая подвешена за фростовой рамой, она отбивает у нас весь свет, который теоретически шел бы и от прибора, и от фрострамы немножко, потому что она вот здесь свешивается под фростраму, и она у нас отбивает весь этот свет, который идет у нас от верхнего источника на фон.